Четвертая смерть от ботулизма в Украине. В больнице Одессы скончался мужчина. В спешке смертельного заболевания уже зафиксированы в Киевской, Херсонской, Запорожской, а также Полтавской, Сумской и Винницкой областях. Где и как пытаются противостоять ботулизму, выясняли наши корреспонденты. Увага! В месте Запорожье зарегистрированы выпадки захворения на ботулизм. Будьте уважены в выборе продуктов харчевания, особо его в летний период. Такие объявления на запорожских рынках звучат каждый час. Люди напоминают об опасности заражения ботулизмом. С начала года в Запорожской области уже 9 пострадавших, и все ели вяленую рыбу. Хочется отметить, если в прошлом году мы, к сожалению, имели летальные случаи от этой инфекции, то в этом году пока этого нет. И хотя количество заболевших растет, специальные комиссии только вчера начали прочесывать городские рынки. Рыбы речной и вяленой без документов на рынках нет. За рынками, да, имеется. Но мы там повлиять на сегодняшний день никак не можем. Это работа полиции, стихийная торговля. Но если на рынках вяленую рыбу сейчас найти сложно, в магазинах прилавки завалены. И все, что могут проверяющие, по их словам, это удостовериться, в порядке ли документы на нее. Сегодня, исходя из всех ограничений в законодательном плане, ответственность и за качество, и за безопасность продукции возлагается на изготовителя и субъекта реализации. Тем временем в Одессе, в инфекционной больнице, от ботулизма умер пациент. Мужчина тоже ел вяленую рыбу. Медики говорят, сыворотку ему ввели. В Одесской области с прошлых лет остался небольшой запас препарата. Однако это не спасло больному жизнь. Пациент обратился на пятый день болезни. Жалобы у него были, первые жалобы, которые у него появились, по поводу чего он обратился, это нарушение зрения. Это симптом, который типичен для ботулизма. А в Запорожье под наблюдением медиков остаются еще трое женщин, у которых тоже диагностирован ботулизм. Сыворотку им ввели, ее достали и привезли родные заболевших. Тем временем Госпродпотребслужба обнародовала первые результаты исследований, проведенных в Кропивницком, на предприятии, где вялили ту самую опасную рыбу. Ее, как оказалось, закупали, не требуя никаких документов о качестве и безопасности. Да и поставщик готовой продукции не соблюдал температурный режим при транспортировке. Сергей Бордюжа, Андрей Анастасов, Елена Брынза. Подробности телеканал Интер.